Итак, всем добрый вечер, и сегодня у нас новая реакция на новый клип группы Пицца, режиссером которого выступил Макс Шишкин. Вообще, ожидания у меня завышены, потому что я люблю работы Макса Шишкина, особенно его клипы для LJ и для группы B2. И здесь, как я понял по телеграм-аккаунту Макса и по телеграм-аккаунту его пассии, клип такой достаточно юморной. Пока, правда, так оно не выглядит, и выглядит похоже на что-то совершенно другое, но давайте смотреть в любом случае. Я смотрю это ради клипа, а не ради группы Пицца, потому что она меня не очень интересует. Не в моем вкусе. Я не долблюсь в глаза. Это отсылка на омаж на Райана Гостлинга из фильма Дэнни Вильнова «Бегущий по лезвию 2049» или нет? Так, давайте дальше смотреть. Да, это не может быть ничто иное. Архитектура, потом цветокоррекция, кадры, ну прям чисто оно. По-моему, чувства юмора у меня и у Макса совершенно разные, потому что это же, блядь, ужасно. Это, блядь, ужасно. Особенно если сейчас начнется какая-то лирическая композиция. Какая связь может быть... Ладно, все, давайте смотреть. Пицца замерзает, как снежинка, даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Пицца очень нелепо выглядит в этом образе. Он, ну, через этот клип он неправильно себя презентует. Смотри, ты вся седьмое небо, и уже не видеть во сне бы. Да, блядь, очень полезная. Только посмотри, сколько снега, ой, не говори, не говори. Мне так кажется, что единственное, что будет связывать видеоряд и, собственно, музыку, текст песни группы Пицца, это снег, который, ну, падает. И то, это не снег, видно, что он там не тает на одежде. Это искусственный, да, заменитель снега. Сердце топило, как водила по газам, а вокруг у нас антураж киберпанка. Ну, заебись. Летело в небеса эти серые глаза. Толпе не верь, у них ты заврус базар. Но холод должен был прийти и наказать. И солнце сядет до пяти. Вроде надо бы пойти ему сказать о том, что ты уже вся на пружинке. Я надеюсь, хоть как-то будет меняться видеоряд по ходу повествования, потому что если он на этой лестнице просидит до окоченения, да, то есть до конца клипа, то это будет пиздец какой-то. Ой, это очень плохой прием. Есть такой термин, как окынство, который обозначает буквально то, что произносимое в тексте полностью повторяется клипом. Вот он говорит здесь, что она там вся дрожит, и сам начинает дрожать. Это такой очень дилетантский прием. Даже странно, что Макс к нему прибегнул. Это какой-то колхоз. Я вообще не понимаю чувства юмора Макса, блядь. Вообще. Райан Гослинг, да. Видимо, да, действительно, у нас будет одна локация. Даже не просто одна локация, а один вот этот участочек локации в виде лесенки, и все. И больше ничего. За три минуты клипа. Нихуя. Выглядит как-то халтурно. Я еще понимал вот эту редкую смену местодействия в клипе «Елки» заново. Но там при этом были интересны какие-то визуальные решения, и был символизм. Здесь, блядь, нихуя. И песня с видеорядом связана только тем, что падает снег. Все. Абсолютно все. Это вот омаж, блядь, ради омажа. Отсылка ради отсылки. За такое надо по рукам бить. Причем, ладно, это была бы какая-то хитровыебанная, искусно сплетенная отсылка, но это очевиднейшая отсылка на Дани Вильнева. Я не понимаю, в чем ценность этой работы. Я сейчас про пиццу не говорю, да, про эту песню. Мне просто не нравится, это просто не мое. Не хочу это обсуждать. А вот с клипом, ну это вообще не уровень Макса. Не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри, ты вся седьмое небо, и уже не видеть во сне бы. Только посмотри, все под снегом. Ой, не говори, не говори. Посмотри на пружинку, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри, ты вся седьмое небо, и уже не видеть во сне бы. Только посмотри, сколько снега. Ой, не говори, прилетели снеги рек. Так, я досидел до конца этого действа. Вообще, возможно, возможно, у клипа был бюджет, как говорил бы Грингресс, размером с пачку сухариков. Но есть такой режиссер, как Вишну, который умеет снимать низкобюджетные фильмы. Посмотрите, ой, фильмы-клипы. Посмотрите клип на песню «Многознал антигерой» и клип на песню «Фараона Дика», которую вы наверняка видели. И там тоже низкобюджетно, там тоже одна-две максимум локации, но при этом это выглядит стильно, это выглядит свежо и как-то динамично. У тебя нет вот этого чувства застоя того, что весь клип ничего не происходит. Вообще, вообще ничего. А здесь, ну да, весь клип ничего не происходит. Это я не буду говорить, что там все, Макшишкин доснимался и так далее. Понятно, что у него будет еще огромное количество крутых работ, они будут радовать. Но вот конкретно на это он немного схалтурил. Не немного схалтурил, он отдохнул. Как-то так.